2015 год объявлен Россией годом литературы. В Новосибирской области уже завершился литературный конкурс на премию сибирского писателя Петра Дедова. Лауреаты получили дипломы и памятные знаки, но тут увидим ли мы их произведения в книжных магазинах, выясняла Лидия Захарова. Ну что брат Пушкин? Брат ты или не брат? Скажи перо нам в руки брать или не брать? Или может лучше взять коклюшки, кольчужку теплую связать или утешительные плюшки постряпать и гостей позвать? С понедельника по пятницу Елена Клименко инженер, а по выходным поэтесса. Времени на создание стихов почти нет. Писательством много не заработаешь, а жить на что-то нужно. Вот это вот сидение на двух стульях, оно конечно тяжело, потому что голова у тебя 8 часов забита совершенно нетворчеством. Ты пишешь какими-то урывками, где-то там между делом в уголке. За плечами у Елены 4 изданных книги, 2 за свой счет. Написать, издать и продать. Журналист Дмитрий Тростников тоже сам занимается продвижением своей книги. Его роман «Знаменитость» вошел в лонглист национальной премии «Большая книга», но к большим тиражам это не привело. Я не ожидал, что продать книгу так трудно. Я еще раз убедился, что гораздо лучше иметь поддержку крупного издательства, потому что в одиночку здесь надо обладать какими-то совершенно невероятными пробивными способностями пиарщика. Несколько экземпляров Дмитрий отнес в крупные новосибирские магазины. За год раскупили меньше десяти. Хорошо продаются раскрученные имя или скандал. У местных авторов, как правило, ни того, ни другого. У нас есть три раздела, посвященные омским писателям и книгам про Омск. Это вот непосредственно книги омских авторов, это детская литература омских авторов и это книги про Омск сувенирная продукция. К сожалению, спрос на эти книги невысок. Впрочем, бывают исключения. В прошлом году книга новосибирца Игоря Маранина «Миф о Сибирск. Собрание городских легенд» вышла в лидеры продаж. Еще одна громкая премьера – исторический нон-фикшн бывшего вице-губернатора Новосибирской области Виктора Казадоя об организаторе февральской революции 1917 года. Презентация собрала более ста человек. Я даже сам удивился, что, оказывается, история Новосибирска и просто история, которую рассказывают наши новосибирские авторы, она очень востребована. Но самым популярным новосибирским автором можно назвать Лену Ленину. Светская дива, телеведущая, хозяйка сети маникюрных салонов, живущая теперь во Франции, выпустила уже с десяток книг. И пока читатели спорят об их качестве, интерес издателей, похоже, только растет. Литераторы с нераскрученным именем «Путь к славе» могут проложить через интернет. На портале ProZar.ru опубликовать свое произведение может любой. Авторам, набравшим наибольшее количество прочтений и отзывов, издатели предлагают контракт сами. Лидия Захарова, Дарья Тарасенко, Елена Зубарева, Дмитрий Кабанов. Новости РНТВ, Новосибирск.